Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома Добро пожаловаться Я хотела спросить, вы слушаете меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос Я хотела задать вам вот один вопрос Здравствуйте, я по такому поводу Каждый понедельник По сути вашего вопроса первое Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принят Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них Обстоятельные ответы А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что Мы коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос Да, спасибо В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко На вопрос у меня был господин Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Ну таков наш закон Доброе утро, уважаемые слушатели Начинается программа Добро пожаловаться Еще раз напомню, что Председатель кооператива БАК-2 И председатель центра консультации собственников квартир Сергей Сидорко С нами на прямой связи Здравствуйте, доброе утро Доброе утро И насколько я понимаю, что Игорь Гонтарев Бывший руководитель Рига Снаму Парвел Днекс Также с нами готов отвечать на ваши вопросы Вопросы, которые вы можете задавать По прямым телефонным линиям 67212-93-9 67213-93-9 Две линии работают И можно писать нам в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 Пишите Также задавайте ваши вопросы Потому что вот у нас остались несколько вопросов С прошлой передачи На которые мы не успели ответить Один был такой очень обстоятельный Нам прислала слушательница ссылку на историю Которая произошла вот в Рижской многоэтажке Там Ориго Суденс установил новые счетчики воды Это были, ну вот тема счетчиков Мы в прошлый раз очень подробно о ней говорили И жители заплатили достаточно дорогие Ну вот дорогие новые электронные счетчики И рассчитывали, что теперь заводу придется платить меньше Однако внезапно вот по расчетам этого счетчика Подскочило потребление этого дома С 800 кубов холодной воды до 1220 даже кубов Ну и когда стали разбираться Выяснилось, что как раз в это время проходили ремонтные работы И вот меняли магистральный трубопровод И в квартиры потекла вода ржавая, мутная, грязная Засорились фильтры перед счетчиками И специалисты утверждают, что счетчики эти электронные Они рассчитаны на действительно чистую воду А когда вода идет с какими-то взвесями, с какими-то примесями То тогда вот вся эта грязь считается, взвешивается И считается как чистая вода Вот из-за этого могли произойти вот такие накладки Потому что ничем другим невозможно было объяснить Ну и вот просит слушательница прокомментировать Действительно ли, ну вот все соответствует тому Как это описано было в статье И второй, конечно, вопрос, что тогда делать Нужно ли ставить эти новые счетчики Если вдруг выясняется, что можно и переплачивать за воду Ну я бы попробовал ответить так Мне очень понятно, о каких счетчиках идет речь Если идет речь о том, что Рига Суденов установила На входе в дом новый счетчик Который работает с принципами использования электроники Такое есть Эти счетчики отличаются от механических Большей стабильности То есть они менее подвержены тому Что они уходят в какую-то зону за пределы Заявленные точности измерений Работают дольше Ну и обработка данных с них проще Повлиять на общий расход в доме И расстановка новых счетчиков никак не может Она может быть учетом Дело в том, что одна из Могла быть Ведь когда мы говорим о разнице показаний Мы всегда подразумеваем Что она в сторону жителей направлена Жителям приходится доплачивать Но это не всегда так Если идут загрязнения То механический счетчик может начать считать меньше То есть туда и сюда Это первое Если идет речь о том, что есть установлены новые счетчики В квартире с радиосигналом Ну они не дают экономии как таковой Они дают более точный учет То есть эти счетчики позволяют Точно учитывать распределение воды Между квартирами и в доме Более точно исключают всякие случайные факторы То есть несовпадение времени снятия воды Одновременное снятие показаний Они установляются, как правило, в один момент Значит они имеют более схожие между собой Отличные характеристики и так далее Поэтому однозначно сказать, что произошло в доме То ли счетчик на доме показал реальное потребление То ли это действительно был фактор производства работы Большой спуск воды Или грязь Грязь скорее влияет не Были случаи, когда вот из-за загрязнения Которые шли из водоканала Ну было до того, что останавливались квартирные счетчики Вообще В некоторых квартирах были так, что Забивается фильтр настолько, что уже проходы воды Я бы ответил на этот вопрос так Здесь надо смотреть, это разовый случай Или это какой-то разовый выброс и разбираться, что там было Может быть в подвале была в процессе ремонта прорванная труба И вылилась там пару сотен кубов Это вполне может быть и незаметно В течение какого-то периода Поэтому здесь надо вот таким образом подходить Что делать, если идет мутная вода Такое бывает, когда Сейчас Рейга судна старается сам промывать свои трубы Но когда происходит ремонтная работа Либо внутри дома, либо на трассах Обязательно поднимается мут От этого не избежать Если муть идет со стороны Рейга судна Ну я уже в прошлый раз говорил Нужно брать пробу воды Нужно фиксировать период, когда идет мутная вода И предъявлять Делать анализ воды И предъявлять претензию Рейга судна Они, как правило, реагируют правильно На эту претензию Спрашивает тут также вот слушательница В этом чате Можно ли ставить фильтры перед счетчиками Почему этого не делается? Ну чтобы все-таки вода не попадали Какие-то вот частицы там Взвеси, муть, грязь В эти трубы Видите, в квартирных счетчиках Должно быть При установке квартирного счетчика Перед ним ставится фильтр Грубой очистки Это сетчатый металлический фильтр Он достаточно грубый очищает Он взвесен не очищает Да, Рейга судна по каким-то своим внутренним причинам Считает, что можно там что-то То ли своровать, то ли еще что-то Перед счетчиками домовыми Запрещают ставить фильтры Мы у себя в кооперативе поставили посты счетчиков Фильтры тонкой очистки И чистим всю воду, которая поступает от водок Таким образом мы свои внутренние сети защищаем От большей части примесий механических Которые могут попасть Ну и тут еще вот к этим всем вопросам Спрашивали, что если трубы 60-х годов прошлого века Что делать? То есть насколько это может влиять? Менять Это ненадежная конструкция Которая может в любой момент рассыпаться Срок службы труб Вообще-то говоря, по нормативам 20 лет реально они могут каким-то образом Просуществовать лет 40 После этого они начинают непредсказуемо Сыпаться по разным родным точкам По соединениям, особенно по визбовым Поэтому это надо менять Но учет это вряд ли может сказаться У нас звонок Здравствуйте, доброе утро Доброе Скажите, пожалуйста Вот одно и то же Мы говорим о этой воде И они все время оправдываются Прежде чем что-то делать Ведь они должны были проверить эти счетчики Гадные, они не годные Я, например, два куба трачу Мне пишут 15 кубов Нормально? Сейчас как будто бы Они этого не пишут Пишут мое А внизу потеря, коррекция Тоже сумма Вот и все Кто же тогда будет отвечать-то? Ведь они же зарплату получают от нас И что такое за ассоциация? Она тоже следит, наверное, от наших денег И никто ничего не может понять Когда это кончится Из всего этого я могу ответить только на последнюю фразу Что такое ассоциация? Ассоциация не имеет ни банковского счета Ни финансовых операций Это общественное объединение Которое объединилось люди с целью Ну, скажем так Ну, ладно, не пусть вам об этом Давайте говорить, что все люди Руководители, все знающие Что же они не могут сделать Вам уже ответили Вы знаете, я не хочу суток Мы же деньги платим Разница по воде возникает Показание по воде возникает Из-за технического состояния счетчиков Хорошо, пусть там сидят люди Которые отвечают за это Ну, кто отвечает Собственные квартиры отвечают За техническое состояние счетчиков квартиры Собственные квартиры отвечают за то Что вы все в одну секунду Сдали показания счетчиков И все сдали их правильно Да еще и счетчики должны быть пригодными А не три раза МБУ Как это обычно делают Приходит человек, и он за три евро поставил счетчика На котором уже две тысячи кубов Прокручено И после этого возмущается, что разница по воде Там очень много причин Но ответ простой Они, я не понял, кто это На самом деле есть технические решения Которые позволяют сегодня свести разницу Показаний по воде до определенного уровня Вообще его уничтожить нельзя Это законы инженерной науки Но ее можно свести до 2-5% Для этого нужно предпринять усилия со стороны собственников Больше этого нет Ну, то есть получается, что в любом случае Эта разница будет между тем, сколько воды все-таки подается в дом И где-то какие-то все равно потери воды неизбежны Понимаете, вопрос не в потере Но абсолютен только Бог Бог, Он абсолютен Это абсолют, который не обсуждается Если мы что-то меряем, мы всегда меряем с какой-то погрешностью Мы не можем измерить абсолютно точно Я не буду сейчас развивать эту мысль так Что физически невозможно что-то абсолютно точно измерить Можно измерить с определенным приближением к идее Поэтому в зависимости от того, как организован процесс снятия показаний Как, насколько однообразные измерительные приборы Их условия работают Там целый перечень Насколько точно мы можем считать Вообще, в инженерной науке, я скажу так Нереально совместить абсолютно показания одного счетчика с показанием ста счетчика Это просто нереально Там можно их приблизить, эти показания Ну, вот результат измерения Но чтобы он совпал, это нереально Ну, а из этого надо исходить Значит, нужно более точно определить Но здесь я понимаю вопрос Вот слушательницы был То, что она там приводила Понятно, что могут быть Ну, вот когда мы линейкой что-то измеряем Там метр У нас кажется, что метр На самом деле это метр и полтора сантиметра Здесь, ну, какие-то погрешности в долях процента Они, ну, абсолютно понятны Но если человек утверждает, что у него два куба воды Он тратит действительно вот в месяц А получается, ему приписывают вот 15 Что здесь может быть причиной? Потому что здесь уже погрешность Ну, конечно Сколько квартир в доме? Всегда ли это погрешность или это злой умысел? Ну, тут же опять начинается вопрос Не секрет, что можно жить за счет другого Можно каким-то образом Не буду говорить, каким воздействовать на счетчик Он не будет показывать И можно просверлить дополнительную дырочку И его добрать из другого места Вход в счетчик Всякие манипуляции возможны Поэтому для этого нужно есть четкие технические решения Стабильный счетчик со стороны водоканала И правильно построенная система измерений в квартирах Я говорю, она должна быть построена не как хаотичный набор счетчиков Как система И тогда все будет понятно У нас звонок Здравствуйте Доброе утро Ну, вот, господин Себерка Ну, а как вот это вы говорите Кто-то живет за счет другого Ну, а кто должен, скажем, проверять Если в квартире там задекларировано Три-четыре, а там может больше человек И такой и минимальный, так сказать, потребление воды А где задекларировано один человек Такой уже большой Второе, это самое Кто должен проверить эту квартиру Которая явно что-то делает со счетчиками Второе А почему вот этот вопрос Действительно, вот это где-то последние годы возникли На самом деле Такие вот сумасшедшие разницы Нам тоже уже два месяца Приходит вот эта разница воды Это 30% от употребляемого И мы тут начали выяснять Одному пару в месяц отвечает Что, не знаю, кто это ответственный Что несколько месяцев приблизительно Не проверял эти счетчики Как это, сколько А приблизительно указывал И сейчас вот посмотрели Что вот такая разница Это вообще что за работа такая Ну, начнем с декларирования Декларирование не означает, что там живут Это начнем с этого Потому что и по законодательству По всему месту декларации Это место, по которому Почтовый адрес, по которому государство Может вас найти в течение 7 дней Точка Совершенно не обязательно, что вы там живете Поэтому есть квартиры, где Задекларировано 50 человек Из них 49 уехали куда-нибудь на заработки А есть квартиры, где задекларировано 0 человек А там живет 10 И как вы прикажете проверять Второе, вы приходите в квартиру И констатируете, что есть показания Разово вы можете вырвать Если человек манипулирует счетчиком То он просто имеет право вас не пускать в квартиру До тех пор, пока Понимая, что его будут проверять Он не приведет систему в порядок Он не пускает Это его конституционное право Поэтому можно говорить о проверках Но это абсолютно неэффективно Да, новые поколения счетчиков с радиосигналом В том числе Они построены таким образом Что если возникают признаки Механического или магнитного манипулирования С этим счетчиком Он фиксирует этот сбой И тут же сообщает о том Что он неисправен Или на него производилось воздействие В чем прелесть этих новых счетчиков Это первое Второе Ну если у вас управляющая компания Понимаете Рост, разница показаний Связан с тем Что дома стареют Никакие радикальные методы По приведению данной Системы в порядок Не приводятся Мы все дружно Как можем Способствуем Чтобы она работала не точно А после этого Кто-то что-то должен Нет Нужно привести в порядок Вопроводной внутренней Второе Установить единого вопроса Нормальные счетчики На три квартиры И нормально сдавать Вот все Секрет очень У нас звонок Алло Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Здравствуйте Я хочу ответить этой женщине Которая не понимает Откуда Значит Потери Очень просто Люди просто Не пишут Правильные показания Счетчиков Делается Это очень просто Но это только В бедрибах Значит Назначается день Когда люди В этот день Должны сфотографировать Показания Всех счетчиков И выслать Кто не выслал К тому приходят И списывают Потери при этом Нулю А недописки Там сотни Кубометров воды Этим наводится порядок Никаких радиосчетчиков Не надо Ничего Просто Заставлять людей Правильно Счетчики У меня другой вопрос Насчет лоджий Звоню в дом управления Такой Значит Гробовский Отвечает Что он ничего не знает Если у нашего дома Значит Проект нету Сорвался звонок Перезвоните пожалуйста Потому что Очевидно Вот связь прервалась Вы знаете Я только скажу По поводу Первой части вопроса Что вот у них Все в порядке Они сфотографировали У меня сразу Возникает вопрос Семья из пяти человек Сфотографировала Счетчик до приема Души В банный день Или после Ну так На немножко Это первый вопрос Второй вопрос Ручная обработка данных Стоит Больших денег То есть Это кто-то Должен сфотографировать Прислать Кто-то должен Разобраться В этой фотографии Списать вручную Эти сведения Куда-нибудь Потом занести В компьютер И так далее Ну и в итоге Да Может быть В пределах одного дома Когда все там Есть энтузиасты Которые работают Бесплатно Это все Может казаться Идеальным решением вопроса Но когда ты Управляешь Несколько десятками домов То это уже становится В том Что тебе нужно Сдержать штатную единицу А это дорого Это дороже Потери воды Я еще могу Добавить К Сергею Что Сергей рассказывал О том Что трубы стареют И все остальное Ну и навык людей Которые умеют Скажем так Манипулировать Их тоже Навык Навык Получается Но здесь есть Объективная реальность Когда мы Например Насмотрим По показаниям На разницу Например Один Алло Алло Здравствуйте Да подождите Сейчас Вот сейчас Закундочку Подождите Вот договорит Игорь Гонтарев И мы вас Да Простой пример Жизни Когда вот тоже В одном случае Разбрались По показаниям И тоже Многодетная семья И конечно При проверке Выявляется Что там На счетчике Много больше Как Они сдают По квитанциям На вопрос А почему вы так делаете Они говорят Слушайте Но я В отопительный сезон Не могу оплатить Вот то что Сергей Говорит После принятия душа Всех членов семьи Счет К сожалению Это объективная реальность Они говорят Я то заплачу Но просто Они в голове У себя Ну думают Планируют свой бюджет И во время отопительного сезона Они не физически Не могут покрыть Издержку За такие вот За большой Они потом Оплачивают Потом указывают Чуть-чуть больше Употребление Реальной замеси Таким образом Догоняя то Что вот Было зимой Потрачено Да Но вот Так тоже люди Поступают Но они не поступают От того Что они Скажем так Хотят обманывать Они просто Таким образом Выживают Нужно брать Ва внимание Так же Да Законным Какие проекты Вот Или нет Это должен Должен быть Проект На этот Лоджия Касается Фасадной части Дома Согласно Латвийским Строительным Нормативом Фасад Вы Как он Выглядит Чисто Вот такое Решение Четыре Три Деления Два Деления Должен быть Утвержден Утвержденный Проект И он Должен быть Зарегистрирован Это должно Быть Если вам Управляющая Компания Отвечает Что это Ваша Проблема Это Ваше Дело Ну это Только Показывает Отношение Управляющей Компании К вам К клиенту Потому что На самом деле Видя такую Проблему Что люди Хотят Степиться Допустим Наш Кооператив Давно Уже Разработал На все Дома Всех Север Которые У нас Есть Проект И люди Просто Приходят И привязываются К этому Берут у нас Выкопировку Для каждого Типа Квартиры У нас Свое Количество Делений Все это Утверждено В ГУВАЛД И Человеку Не надо Он берет Просто Вписывается Готовое Решение Утверждено Если вам Управляющая Компания Гитает Что это Ваши Проблемы Значит Такова Ваша Управляющая Компания Такие У вас Управляющие Наши Проблемы Бегай Высунут Язык Везде И ничего Не добьешь И сменить Управляющую Компанию Которая Будет Понятно Понятно Спасибо Спасибо А у нас Между тем Еще сразу Один звонок По линии 6-7 212 93-9 Доброе утро А я в защиту Женцов У меня тут Есть Две-три бабушки Которые Не очень-то И соображают Как вообще Что списывать Одна из них Газовый счетчик Она списала Все цифры Подряд А сфотографировать То у нее Телефон Не такой Ну как-то Соседям Или старшему По подъезду По дому Ну помогайте Живы друг другу Все-таки Соседи В одном доме Живете Ну это просто Реплика Спасибо Спасибо Да А помощь Друг другу Я могу Прокомментировать Так одно Не эти люди О которых Сказала Уважаемая Видеослушательница Являются Источником Точно Да Они могут Ошлепиться Но эта ошибка Явно Видео Здравствуйте И вылавливается Алло Алло Здравствуйте Я вот Много раз Слушаю Вернее Почти Постоянно Но не всегда Когда бываю На кухне Вот эту вашу Передачу И вот эта Разница в воде Хочу сказать Мы ее преодолели Еще пять лет назад Просто я не понимаю Все время Такие вопросы Не могу сказать Глупые Но все зависит От жителей дома Мы поставили Новые счетчики С модулем Поставили новый Общий счетчик Французского Производства Да Нас Фирма считывает У нас Ежемесячно В конце месяца Потребление Воды Каждой квартиры Да И у нас Сейчас Разница Ноль Ноль Потому что Вот мы поставили Все это Переделывать Почему другие Жители В других домах Не могут Организоваться И сделать все Раньше у нас Было Больше 25-30% Всегда Недостачи воды И главное Что надо Сменить Общий счетчик Дома Когда я ходила К начальникам Они все Говорили Да Это у нас Незавершенные счетчики Может быть такое Но если эти счетчики Старые Незавершенные Почему их не меняет Эта Уден Компания Спасибо Спасибо Ну здесь Нечего добавить Так оно и есть Надо просто Приводить Систему В порядке Вот и все Вот спрашивает Слушатель На номер Ватсап 23006191 Прислал Потери воды Стоит ли Заказывать проверку Общего домового Счетчика воды Конечно Если вы уверены Что у вас в доме Все Потому что Что означает Проверка Ну я просто Расскажу Механику Выпишите В водоканал И смог С просьбой Произвести Досрочную Проверку Счетчика Это именно Так звучит Водоканал Приезжает Очень охотно Снимает Этот счетчик На его место Ставит Другой Все наши Просьбы На то Чтобы обеспечить Наше присутствие При проверке Того счетчика Обычно Ответ Получаем Нет технической Возможности После этого Как правило От водоканала Приходит Пример Ответ Что мы Ваш счетчик Проверили Он Был В пределах Нормы Все Оплатите Пожалуйста Досрочную Проверку Ну где-то 60-80 евро Мы платим Хотя После установки Нового счетчика На полгода Разница По воде Исчезает Ну примерно Такая технология Конечно Стоит Но Понимаете Здесь вот какая Вещь Если у вас В доме Разнобой В этих счетчиках Если у вас Все вот так Неопределенно Ну От смены Счетчика Вы можете Не почувствовать Разница Может быть Он и влияет Ошибка Большого Домового счетчика Но Вы можете Не почувствовать Из-за У него Так что Здесь надо Так Приводишь В порядок Сам счетчик Сам дом После этого Уже Домовый счетчик Тут Такое Очень длинное Послание Нам пришло Смысл его В том Что значит Одни пишут Хитрые законы Другие Занимаются Сбором Даний С владельцев Квартир И не выполняют Свои обещания И вот Существуют Продавцы воздуха Которые Навязывают Нам проекты За копеечные Проекты Получают Десятки Тысяч Мне на работе Никто Заквалифицированный Труд Тысячи Не платит Какой норматив На расценке Проектов Я не совсем Понимаю Все таки Про какие Проекты Идет речь Проекты Лоджий Или это что-то Совсем другое Вот я Не понял Вы знаете Я бы сказал Так Вопрос из класса Того Нас грабят Больше ничего Не могу сказать Это первое Второе Все необоснованно Дорогие Насчет 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 Я ничего Прокомментировать Не могу Но если Человек Настроен Так Его не Переубедишь А Если Говорят Необоснованные Стоимости Проекта К сожалению У нас Рыб К сожалению На Я бы сказал Так В период До 2011 2012 Ну может быть 2013 Года Инфраструктура Проектировщиков То есть Количество Проектантов Которые Мы брались И охотно Проектировали Была Очень Большая И Цены Были Ну я бы сказал Так Чему-то Соответственно После того Как государство Приостановило Все проекты Инновации Основная Масса Проектантов Из этого Бизнеса Ушла Сейчас Единицы Которые Берутся Делать Проекты Из них Еще меньше Единиц Которые Эти проекты Могут Сделать Качественные И Хорошо И Естественно Что эти люди Задирают Цены Они просто Пользуются Положением Марки Ну а ответ Уважаемому Господину А что вы Не там Не с той С другой Стороны Ну если вы Знаете Кто Качественно Кто Дорог Кто Как Задрался Значит вы Вполне Можете Оказаться Среди Тех Кто Будет Сбивать Очень сложная Ситуация Вообще С рабочей Силой В Атвии Очень Сплохая Ситуация Скоро Нам надо Будет Не жаловаться На то Что Нас плохо Обслуживают А просто Радоваться Тому Что нас Кто То Обслуживает Нет Людей Давайте Не настолько Пессимистичные Ноти Ну если Что-то Не устраивает Нужно Просто Думать Разучать Этот вопрос И идти Вперед С решением Та же Самая Потеря Воды Радиослушатель Позвонил Сколько Было Звонков О том Что Кто Чем Недоволен А радиослушатель С кухни Позвонил Сказали А мы Этот вопрос Уже решили Пять лет Обратно Нужно Брать Свои руки Вопрос Разучать Его И решать Я Своей Странной Тоже могу Рассказать Что Тоже Так же С разницей По воде Лично Бегал И не понимали Где она Потому что Лично Снимали Показания В одно Время Все Механические Счетчики И никак Не совпадало С большим Водным Счетчиком Три раза Вызывал Рига Сударец Три раза Вот как Сергей Рассказывал Меняли В одной Счетчик После третьего Рада Сказали Слушай Ты нам Надоел В следующий Раз Будет Заплата Хорошо Больше Не вызывал Через какое-то Время Рекс Сударец Год Прошел Сами Поменяли Счетчик И я Не знаю В чем Отличие Между теми Счетчиками Которые Были До Этого Но Сейчас 5 и 6 Месяц Все По Ну Вот Просто Нужно Вот Какой-то Вопрос Решайте 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 Пока Он Не Решится Вот И Все Да У Нас Спрашивал Сейчас Я У нее дом Может быть Новый Это По поводу Потерь воды И сколько Там Квартир Может быть Всего Лишь 5 Я Могу Ответить Серийные Дома У меня 75 Квартир Есть Дом С 90 Квартир Стоит Система Погрешность Колеблется От 2 До 5 Процентов То есть Грубо говоря Если Квартира Потребляет 5 Кубок Скажу Молодые Мы Значит Где-то 100 Литров На такую Квартиру Погрешность Вот Это Северные Дома Но Есть Но Но Первое Новые Трудные Но Второе Стоят Фильтри На входе Дом И Но Третье Стоят Счетчики Все Одного Образца Установленные В один Месяц И имеющий Радио Съем Показаний Счетчиков В один Момент Всех И в том числе Радио Модель Стоит На Общедомовом То есть Это Вообще Абсолютно Одный Момент Пожалуйста Погрешность От 2 До 5 Процент Чего страшного Все нормально Все Забы У нас Телефонный Звонок Между тем Еще раз Добрый День Я хочу Уточнить Вот Я звонила Вам уже По поводу Разницы В воде У нас Дом построен В 65 Году 45 Квартир И Все Зависит От Жителей Дома Вот Я еще раз Повторяю Мне просто Возмущает Жаловаться На кого-то Ходят Дом управления И так далее А дом управления Всегда говорит Вы сами Организуйтесь Между собой Мы сделаем Вам все Что надо Только решите Вопрос Что вы согласны На тот И на тот И вот Нам еще Добавлю Что У нас Контролируют Как бы Поступление воды Снимают Автоматические Счетчики И за это Мы платим Месяц 28 центов Мы Никаких Витаминов Не пишем Никакие Не Мы забыли Что такое У нас Есть Ну Какие-то Обязанности По поводу Учета Что ли Воды И так далее А раньше До того Как мы Это поставили Все Я тоже Контролировал Думаю А почему Разница В воде Вроде И там Смотрю И тут Смотрю И показания Счетчиков Во всем Квартирах Но опять Разница Сейчас Никаких Вообще Проблем В воде Спасибо Вам Спасибо Плюс К этому Приятный Бонус Большая Экономия Средств На Потому что За 28 Центров Каждые Вот Два Счетчика Снимаются Уважаем Попробуйте Умножьте На 45 Квартир Это Получается 5 Семьевра Попробуйте Найти Человека Который Вручную Обработает 90 Показаний Счетчиков И ведет В программу Просто Возьмите И попробуйте Физически Доброе утро Пожалуйста Доброе утро Вот я Удивляюсь На счет этих Мелочных Людей Это же всем понятно Что 3 дня Срок Сдачи Воды И каждый В свое время Ну Записывает И сдает Эти Показатели И это Никогда Не может Привести К Такому Точному Как сказать Расчету Зачем Это А приборы И Если только Можно В лаборатории Быть точными А все приборы И часы И все приборы Немножко Не точно Показывает А люди А вот Вот Сами Если Они Ну там Три Месяца Там Надо Доплатить Это же Ерунда А сколько Если посчитать Он выбрасывает Деньги Например Еду Сам покупает И выбрасывает Обще Ещё Как сказать Без толку Да И Он Насчитает Что Сколько Он сам Это Ну Как Неправильно Ну Этими Деньгами Спасибо Ну Тут скорее Леплика Ну просто Я хотел бы Сказать Три Я говорю Это тоже Деньги За 12 Месяцев Это стоимость Нового счётчика С родил Ну так На всякий случай Да Ещё один звонок Сразу Здравствуйте Здравствуйте У меня Такие Два Вопроса Вот В доме Собирали Деньги Ну В квартплате Включено Было На Реновацию Дома И Второй Вопрос Значит У некоторых Жителей Этого Дома Ну Скопились Есть долги За квартиру За оплату Квартиры У меня Такой вопрос Дом Переходит Под управление Другой Компанией Вот эти Деньги Которые Были Сданы На Реновацию Дома Куда Не деваются Переходят К новой К новой Управляющей Компании Или Как И Второй Вопрос Насчет Вот этих Долгов У Жителей Этого Дома Если У жителя Есть Долг Он Переходит Тоже В новую Компанию Или Он Остается В старой Управляющей Компании А Семен Ну Попробую Ответить Во-первых При переходе Из одной Компании В другой Должен быть Сохранен Баланс Платежей Потому что На самом деле За все Отвечает Общность Собственников Квартир Или Платежские Копии И соответственно Договора С основными Поставщиками Услуг Они Заключаются От имени Компания Вопрос Дальше Это уже Вопрос Техники Передачи Дома Но Все Средства Фактически Уплаченные Должны Быть Переданы Следующим Продающим Хотя Строгого Нормативного Регулирования На сегодняшний День Нет И Каждый Здесь Работает Как Насчет Должников Должников Передать Другой Компании Нельзя Просто Так Это Можно Сделать Только По так Называемому Долговую Рецессию В том Случае Если Новая Компания Согласна Принять Эти Заботы По взысканию Долга И тогда Преедущая Компания Должна Передать Достаточно Большой Пакет Документов Таких Которые Подтверждают Вообще Появление Долга Или Законность Основанность Расчеты Счета Там Очень Большой Пакет Документов Как Правило Долги Собственников Квартир Остаются Кратко Так Но я думаю Что Айвер Добавит У него Больше С точки Звания РФ Да Фактически Закон Предполагает Что Есть Два Вида Или Передается Обязательство Или Нет Но И потом Закон Не Прописывает Как Именно Передается Что Происходит Если Не Могут Договориться И так Далее Из-за Этого Сергей Прав В Практике Обычно Так Что Все Долги Которые Были Обычно У них Нет Документации Доказательной Базы По Всем Этим Долгам Я Чисто С практики Могу Рассказать Перенимая Дома Множество Компаний Это Не Только РНП Это Частные В том Числе Когда Начинаешь Юристами Углубленно Разучивать Эти Вопросы Кто За Что Спас Должен Полов Они Не Доказываем Из-за Этого Как Практики 99 Все Долги Остаются В той Компании За то Время Пока Она Их Обслуживает По Отношению К Обязательствам Если Реновационные Деньги Не Просто Были Накоплены Они Передаются Так же Как Накопительный Фонд Ежели Реновационный Процесс Уже Пошел И Тогда Нужно Создавать Баланс Исходя Из Того Сколько Денег Накоплено Сколько Денега Потрачено И Тогда По Тем Обязательствам Которые Были Уже Использованы Тут Опять Таки Два Варианта Предыдущая Компания Продолжает Выставлять Счета Только За Эту Позицию До Погашения По Тем Решениям Которые Были В силе Пока Эта Компания Управляла Или Это Тоже По Договор Как Сергей Упомянул Она Передается И Уже Делается Взаимозачеты Исходя С каждой Конкретной Ситуацией Но Этого Не надо Бояться Это Все Можно Решить Так же Как Любой Другой Вопрос Его Нужно Разучить Досконально И Понять Потом Каким Образом Это Можно Решить Если Есть Необходимость Пришлите Сергею Документы На Конституционный Центр И Там Их Можно Разобрать И Вам Показать Путь Как Это Все Правильно Сделать Спасибо Ну и Наверное Вот Уже Последний Звонок Доброе Утро Будьте Любезны У меня Такой Вопрос Никогда Нет Проблем По Оплате Газа И Электричества А с Водой Вечная Какая-то Конитель Вам Не Кажется Что Просто Не Дорабатывает Контора Это Спасибо Давайте Мы Ответы На Этот Вопрос Перенесем На Следующей Передаче Да Конечно Потому Что У нас Уже Время Действительно Закончилось Спасибо Большое Сергей Сидор Кайвер Гонтарев Сегодня Были С нами На Связи Программа Добро Пожаловаться До встречи В следующий Понедельник До свидания Мы Знаем Вы Су